В Государственную Думу России внесены поправки к финансовому законодательству, согласно которым допуск к трейдингу с кредитным плечом предлагается предоставлять только так называемым квалифицированным инвесторам. Многие эксперты оценивают эти предложения как дискриминацию трейдеров. Тему комментирует директор ЦРФИН Алексей Евсиков. В законопроекте предусмотрено положение, согласно которому форекс-дилер имеет право заключать договоры исключительно с квалифицированными инвесторами. Причем в последней текстовке законопроекта, которая будет обсуждаться 29 апреля в рабочей группе по этому законопроекту, указано то, что статус квалифицированного инвестора должен присваивать форекс-дилер в соответствии с требованиями, определенными банком России. Но этих требований в настоящий момент нет. Указания, которые затрагивают исключительно квалифицированных инвесторов для целей работы на бирже, квалифицированные инвесторы, которые будут в праве заключать договоры с форекс-дилерами, они не определены. При этом в статье закона, которая определяет порядок вступления в силу, указано, что закон вступает в силу с момента официального опубликования. И очевидно, что к моменту официального опубликования федерального закона никаких механизмов, которые позволят реализовывать эту норму, Банком России разработано еще не будет. Не успеет Банк России к этому времени. Законодатель хочет искусственно ограничить круг лиц, которые вправе заключать договоры с форекс-дилерами, что, во-первых, осложнит работу самих организаций, которые только подали документы для получения лицензии, то есть фактически еще не работают на рынке. И, с другой стороны, нет механизмов, которые обеспечат возможность признания физических лиц квалифицированными инвесторами. И, кроме того, следует заметить, что закон 460, которым внесены в закон о рынке ценных бумаг положения, регламентирующий правовой статус форекс-дилеров, он направлен на всемерное обеспечение защиты физических лиц клиентов форекс-дилера. При этом, если законодатель говорит о том, что форекс-дилер вправе заключать договоры исключительно с квалифицированными инвесторами, тогда непонятно, зачем вот эти все механизмы, которые призваны обеспечить их безопасность. То есть предупреждение о рисках, механизм компенсационного фонда, низкое плечо и прочие механизмы, которые должны гарантировать невозможность причинения ущерба физическим лицам. Как вот это стыкуется с логикой квалифицированных инвесторов, нам не совсем понятно. Поэтому мы считаем, что для обеспечения адекватного регулирования необходим, во-первых, диалог с сообществом, во-вторых, накопленный опыт, которого пока сейчас, в настоящий момент нет. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.